Без зуба сыграли нападение, отвратительное в защите, много ошибок, невынужденных ошибок, которые приводили к быстрым прорывам. Энд Ван, 2 плюс 1, мы гладим, мы не играем мужской, мы сегодня не сыграли как мужики, мы сыграли, не знаю, даже не буду говорить как, но легкие мячи, несмотря на то, что мы гадали забить легких мячей. Безобразная игра в защите, залог того, что мы сегодня проиграли. За счет чего мы могли бы выиграть? Это за счет того, что должно быть агрессивность и нападение в защите. Сегодня этого не было и проиграла сегодня команда, каждый играя, каждый сам за себя. Я не могу сказать, что ребята испугались или что-то над ними давлело, нет. План был довольно-таки простой, что нам нужно сыграть в свой баскетбол, то есть быстрый переход от защиты в нападение, каждый раз мы пытались разогнать команду, но принятие решения просто было безобразное именно в конечной части, в которую игру мы не можем со средней дистанции довести до 10% попаданий, больше 50%, что это очень обидно, потому что мы выиграли щит и очень уверенно выиграли щит. И вроде как и было много результативных передач, но мы не воспользовались тем, что мы подбирали, мы не воспользовались тем, что мы не доводили мяч до тех игроков, при которых была смена. Команда Гаверла сегодня много играла на смену и вроде как и правильно делали, выходили на связку эту, но мяч не доходил так, как нужно было. Огрехи, технические огрехи, возможно, психологические, все возможно. Ну, обидно, очень обидно. И я присоединяюсь к Паше Буренко, что мне обидно за это поражение перед болельщиками. И неважно, кто там перед нами выходил, но мы не сыграли тот баскетбол, который мы наметили, который мы хотим. Это, наверное, лейтмотив того, что сегодня произошло. Насколько повлияло в лигру вашей команды то, что Александр Липович еще на полу, поломало ли от того, что он появился? Ну, конечно, Александр Липович занимает такую позицию сейчас на данный момент в составе БК Киева, как один из лидеров. Но Саше еще многому надо учиться, чтобы быть лидером. Он один из тех игроков, который приносит именную долю очков. Может быть, этого мы не досчитались, но, честно говоря, я ожидал от других игроков более содержательной игры. Липович получил пять фолов, но, опять же, у нас нет незаменимых. Должны были сыграть другие. Но не сыграли. Я не буду перечислять, кто и как. Но сегодня не было команды. Сегодня было... Каждый играл сам за себя. Каждый боялся проиграть один в один. И проигрывал один в один в защите. Каждый пытался что-то сотворить в нападении. Играя комбинации, это одно. Но, опять же, играя комбинации ради комбинации, я противник такой игры, играя комбинации ради комбинации. Нужно находить всегда какие-то моменты, где можно сыграть неординарно. У нас это так волнообразно. В некоторых играх получается, в некоторых играх, как сегодняшние, это безобразно. То есть, вроде все правильно делали. И выходили под эту передачу, чтобы связаться со своим игроком. Где-то с опозданием, где-то после получения меща не можем отдать. Обидно, что такие моменты. Каждую тренировку очень много я уделяю этому вниманию, что нужно сыграть неординарно. Нужно сыграть довольно-таки просто. Нужно найти свободного игрока. Если перед тобой кольцо, ты должен забить. Если есть смена, нужно довести мяч до того игрока, у которого есть преимущество в росте. Который борется за место. Здесь все по крупинкам складывалось не в нашу пользу. Ну и вот результат. Опять же, я не могу сказать, что мы играли с командой, которая в верхней части турнира на таблице. Это должна была быть наша. Я поздравляю команду Ивана Франковска с победой. Но мое мнение такое, что мы ее проиграли сегодня сами. Надо признать это. Я признаю ее. Мы проиграли сегодня самостоятельно. Команды Гаверла, игроки команды Гаверла, тренерский состав сделали все для победы. Но нам не удалось это сделать. И опять же, я не умоляю достоинства игроков, противников. Они делали свою работу. Мы сделали плохо свою. Продолжение следует...